Мне сказали, что у вас появилось желание потерзать меня. Я готов. Действительно, вопросов у журналистов накопилось в голове города немало. За полтора часа обсудили, кажется, все основные направления работы. В первую очередь интересовало, что будет с аварийным и ветхим фондом. В начале 2011-го, когда Олег Сорокин практически только заступил в должность, он заявлял, что эту проблему решит за пять лет. Прошло уже почти два года. А где же, собственно, результат? Отвечает, массовое переселение жителей из ветхого и аварийного фонда начнется в следующем году. Очень много времени ушло на подготовку, в частности, подбор земельных участков. Но теперь есть все основания сделать прорыв. Причем такой же, как в строительстве и открытии новых детских садов. В 2013-м году уже не сотни, даже миллионов рублей, а миллиарды потекут в ветхий фонд. И вы сами увидите масштабы этой работы. Вот именно не когда-то, а я думаю, в 2013-м году. Мы развернем просто вот эту программу так, как ее город не видел. На втором месте в приоритете города реорганизация и модернизация общественного транспорта. И это понятно. Жалобы на то, в каком состоянии выходят в рейсы многие маршрутки, сыпятся в администрацию регулярно и меньше их не становится. Мы должны заставить, и я не боюсь этого слова, наших перевозчиков купить новые автобусы. И ничего разорительного с учетом повышения тарифов в этом нет. Они просто должны перестать возить наших нижегородцев на том ржавом хрунье, на котором сегодня это происходит. Вообще, скорее, это был не отчет об итогах работы, а рассказ о планах на будущее. Оно с точки зрения Сорокина для города видится радужным. Благоустроит грибной канал, стрелку. В районе Печорского монастыря вместо абсолютно непонятных шашлычных появится город мастеров. И, наконец-то, положит конец многострадальной стройке на Нижневолжской набережной. По крайней мере, понимание в этом вопросе с федеральной и региональной властью нашли. Как отметил Сорокин, будет просто стыдно, если такое, цитирую, чудовище появится на берегах матушки Волги. А посему вместо подземных торговых рядов глава города предлагает лучше сделать парковку и соединить ее подземными переходами с улицей Рождественской. Елена Горохова, Алексей Завылов, Объективно, ННТВ.